Мы начинаем нашу сессию. Сегодня мы поговорим про стратегии здорового города. За последние, наверное, десятилетия мы в очередной, в очередной, в очередной раз убеждаемся про то, что три важных фактора развития экономики, социальной сферы и экологии, они на самом деле неразрывно связаны. Устойчивое развитие не может быть действительно устойчивым, если есть какой-то перекос в одной из этих сторон. К великому сожалению, иногда бутуют мнения, что, например, экология и экономика – это некое противопоставление. Но мы получаем все больше и больше сигналов как от стран, так и от городов, так и от бизнесов, что экономика и экология идут рука об руку. В 2015 году были приняты цели устойчивого развития. Одна из них, она как раз касается устойчивости городов, цель номер 11. Там несколько позадач, они очень интересны, поскольку охватывает все, начиная от жилья и кончая доступностью зеленых насаждений. Сегодня мы будем пытаться разобраться, что такое устойчивый город, какие вызовы у устойчивого развития городов есть, какие есть хорошие примеры, и в качестве примеров мы будем рассматривать Москву. Направлений, которые сегодня мы будем обсуждать, их на самом деле несколько. Это здоровье, это и зеленые насаждения, это экосистемные услуги. И так получается, что развитие городов – это не некий такой клубок. Скорее, это напоминает, я бы назвал, спагетти. Каждое направление является в принципе самодостаточным. Но для того, чтобы город развелся гармонично, они взаимопереплетаются во многих местах. И для того, чтобы решить задачу и питание эстетическую, они должны быть вместе. По ходу ведения, несмотря на то, что у нас спикеров не очень много, но уверен, что многие хотят рассказать практически все, что знают, поэтому большая просьба ко всем спикерам придерживаться тайминга в 10 минут. Понимаю, что сложно, но тем не менее. Пожалуйста, сфокусируйтесь на трех-четырех основных ключевых тезисах, которые вы хотели бы донести до слушателей, что вы считаете самым важным по той тематике, которую вы хотели осветить. В конце у нас будет, естественно, возможность задать вопросы, но я хотел бы со своей стороны задать один вопрос в самом начале, на который по минуте потом попрошу ответить всех спикеров. Вопрос следующий. На ваш взгляд, какие меры необходимы для устойчивого и зеленого развития в городе Москве? С вашей точки зрения. Сейчас я хотел бы передать слово Антону Олеговичу Кульбачевскому, руководителю департамента предопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Антон Олегович, Москва делает очень много в области окружающей среды. Москва отчитывается в том числе и по целям устойчивого развития. Это на самом деле очень хорошо. Представляю, с какими сложностями вам приходится сталкиваться. Итак, если говорить про зеленое развитие Москвы, на чем бы вы сфокусировали свое внимание, основные какие-то достижения и куда мы движемся? Я, наверное, все-таки с вашего позволения сделаю выступление, а потом отвечу на вопрос в конце, если возможно. Мы на самом деле уже в 2013 году, в моем докладе на Всероссийском съезде экологов в 2013 году, мы произгласили новую экологическую политику, она же экономическая, по аналогии с НЭПом, которую большевики в свое время произгласили. И вот эти две буквы Э, экология и экономика, мне кажется, мы их поженили еще в 2013 году и уже начали мыслить в этом направлении. Поэтому, наверное, очень важно, что сохранение и увеличение зеленых пространств это стратегические показатели городов, которые позиционируют себя как устойчивые. Москва, естественно, тоже следует этому тренду. Ежегодно в мире в атмосферу выбрасывается почти 40 миллиардов тонн углекислого газа, и около 50% всех выбросов поглощается растениями. Способность городов адаптироваться к происходящим изменениям климата связана не только с количеством деревьев на территории города, но и с общим характером городской планировки. Даже небольшие по площади озелененные пространства снижают общегородской температурный фон от 1 до 1,5 градусов Цельсия. Эффект от крупных парковых и лесопарковых территорий может достигать 6 градусов Цельсия и распространяться до 200 метров вокруг. Сегодня Москва по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов мира, а озелененные природные территории занимают около половины его площади. Исследование, выполненное в 2019 году консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, показало, что Москва занимает первое место по площади озелененных природных рекреационных объектов на душу населения, а также третье место по шаговой доступности озелененных природных рекреационных объектов среди 12 городов. Сравнение таких как Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Берлин, Сингапур и другие. При этом около 90% населения Москвы имеет доступ к зеленым территориям в шаговой доступности. Сейчас в Москве активное развитие получает новая концепция управления городскими зелеными территориями на основе учета и расчета их экологической эффективности. Наиболее прогрессивные подходы основаны на оценке экосистемных услуг зеленых насаждений. Например, в Нью-Йорке уже рассчитаны экосистемные услуги для всех типов озелененных территорий, и на основе этих расчетов разработано руководство по планированию, созданию и управлению зеленым фондом. В федеральном и московском законодательстве пока не закреплен термин «экосистемные услуги», но в Москве есть практика компенсационного озеленения, позволяющая сохранить общий баланс озеленения и, значит, и получаемых от них выгод при высоких темпах градостроительного развития. Одно из перспективных направлений – это переход к территориальному планированию на основе экономической оценки экосистемных услуг. Оценки зарубежных российских исследователей показывают, что устойчивое природное зеленомое пространство – это выгодно. Наш ближайший сосед – Республика Беларусь, 39% территорий, которые занимают леса, уже внедрило экономические подходы к оценке выгод и управлению лесными экосистемами. Предварительный расчет суммарных выгод от основных экосистемных услуг природных озелененных территорий Москвы, потому что они оцениваются в более чем 90 миллиардов рублей в год. Согласно зарубежным исследованиям, увеличение количества зеленой биомассы в городе на 1% позволяет сберечь порядка 100 тысяч долларов за счет снижения риска преждевременной смерти. В рамках научно-исследовательской работы Департамента по разработке климатического плана Москвы экспертами был выполнен расчет стоимости затрат на адаптацию ущерба от изменений климата. Оказалось, что зеленый фонд и здоровье населения – это сферы для стоимости адаптационных мероприятий во много раз меньше возможного ущерба от климатических изменений. Современный прогрессивный взгляд на роль природных озеленных территорий требует присмотра подходов к управлению. Новая система будет основана на интеллектуальном учете, содержании, интеллектуальном контроле количественных показателей, экосистемных услуг, природных озеленных территорий и интеллектуальной системе мониторинга состояния зеленых насаждений с использованием современных методов и технических средств. В ближайшей перспективе – переход от традиционных методов инвентаризации насаждений к современному, высокоточному, скоростному методу 3D – лазерного сканирования. Этот метод позволяет создавать детальный трехмерный портрет зеленой зоны с точной привязкой всех его элементов к местности, обеспечивает стопроцентную выявляемость всех изменений во времени от утраты или появления новых растений до изменения линейных параметров высоты, диаметра и площади кроны. В настоящее время в Москве завершается тестирование смарт-технологии онлайн-контроля состояния зеленых насаждений. Современные малогабаритные датчики контроля внутреннего состояния дерева позволяют видеть дерево практически изнутри. С их помощью проводятся непрерывные наблюдения за важными для оценки состояния параметрами – это интенсивность сокодвижения, температура, влажность, количество рассеянного кроны света. Также наблюдение позволяет выявлять неблагоприятные внутренние процессы в растениях на самой ранней стадии, когда они скрыты от глаз даже опытного специалиста, и принимать современные меры, своевременные меры для повышения жизнеспособности и спасения деревьев. Актуальное направление – это изменение регламентов и новых технологий ухода. Этим летом на экспериментальной площадке, расположенной вблизи крупной городской автомагистрали, был опробирован новый подход к содержанию насаждений с использованием технологий дождевания и интеллектуального полива. Оказалось, что в листьях деревьев, за которыми ухаживали по-новому, количество поглощенных токсикантов снизилось до 30%, а площадь и объем кроны, наоборот, увеличилось до 20%. Также у этих деревьев активнее протекал фотосинтез, даже в середине сентября они продолжали активно связывать углекислый газ, а выделять кислород, в отличие от контрольных растений, где уже произошло осеннее старение листьев. Первостепенной задачей в условиях меняющегося климата, когда эпизоды аномальной жары в Москве наблюдаются все чаще, является переход к умному планированию и проектированию городских территорий с учетом характеристик микроклимата. В мире происходит становление такой практики, появляются программные продукты, которые позволяют посчитать необходимые площадные характеристики зеленых массивов для оптимального микроклимата в каждом районе. Можно спрогнозировать различные сценарии, например, как будут работать на улучшение микроклимата, снижение загрязнения воздуха, уменьшение концентрации аллергенов и биогенных летучих органических соединений, различные конфигурации растительности, взрослой породный состав деревьев и кустарников. Но техника не может и не должна полностью заменять участие квалифицированных экспертов. В Москве с 1997 года организован регулярный мониторинг состояния зеленых насаждений. Сеть включает 130 площадок постоянного наблюдения, которые охватывают всю территорию города, в том числе и Троицкий, и Московский административные круга. С учетом функционального зонирования типов озелененных территорий. Результаты наших наблюдений показывают, что состояние насаждения в Москве за последние 6 лет стабильное, с устойчивой жизнеспособностью более 92% деревьев. Суммарно находится в хорошем, удовлетворительном качественном состоянии. Улучшается и декоративное качество насаждений. С 2015 года доля деревьев с максимальным показателем декоративности выросла на 8%. Сейчас почти 2-3 деревьев на площадках наблюдения имеют хорошие показатели декоративности. Благоустроенная и комфортная городская среда должна быть не только визуально привлекательной. За декоративностью не должен теряться экологический потенциал зеленых зон, газоны не должны превращаться в зеленые пустыни, а скверы и парки просто в красивую картинку. Важно понимать, что рукотворно созданные декоративные посадки по своей средозащитной функции в несколько раз менее эффективны и при этом в разы дороже в плане содержания, чем современные сохраненные и естественные. Мы это понимаем, поэтому в Москве сохраняют и приумножают естественные территории. Особо охраняемые природные территории города это массивы естественной природы. Многочисленные научные исследования показывают достоверную связь между отдыхом на природных территориях и продолжительностью жизни, повышением двигательной активности, улучшением иммунитета, снижением количества обострений отдельных видов заболеваний, таких как астма, сахарный диабет. Наличие таких территорий в шаговой доступности снижает уровень психоэмоционального стресса на 42% и повышает уровень настроения на 68%. Вероятность возникновения психических заболеваний у детей, живущих в окружении природы, впоследствии снижается на 55%. В мае 2020 года Европейский Союз запустил новую стратегию возвращения природы в нашу жизнь. Стратегия предусматривает мероприятия по восстановлению городских лесов, почв, водобоводных угодий, создание зеленых насаждений в городах, расширение сети природных территорий в Москве полностью соответствуют целям и задачам этой стратегии. В этом году мы создали 26 новых особоохраненных природных территорий. Теперь природные территории в Москве занимают 19 0,2 гектар и в планах не останавливаться на достигнутом и продолжать эту важную работу. И последнее, о чем хотелось бы сказать, есть еще время, мне надо чуть-чуть? Конечно. Да, вопрос сложный, но решать его необходимо. Это поиск баланса между развитием городской среды и политикой озеленения и сохранением зеленых территорий. Экспортная оценка экономических выгод для мегаполисов от правильно спроектированного и грамотно управляемого озеленения это повышение стоимости жилой недвижимости от 15 до 30 процентов, снижение эксплуатационных расходов в сфере недвижимости на 8-9 процентов и увеличение загрузки коммерческих помещений на 3,5 процента. Современный город это динамично, даже стремительно развивающаяся структура, поэтому конфликт интересов между необходимостью соответствовать стандартам качества городской среды и сохранением зеленых зон, конечно, возникает. В Москве не запрещена вырубка зеленых насаждений, вырубка древесных и кустарниковых насаждений, а также утрата незапечатанных площадей, занятых газоном, цветниками и другими растительницами в случае изменения агростроительной ситуации это неизбежный процесс. Оценка экосистемных услуг позволяет реалистично оценить ущерб от утраты и подобрать эффективные мероприятия по его компенсации через повышение эффективности сохраняемых незапечатанных территорий или создание новых экологически-продуктивных зон. Часто мы вынуждены искать компромисс между эффектами на локальном уровне и городском, как, например, при развитии уличной дорожной сети города, а иногда вырубка зеленых насаждений неизбежна. Но в основе таких трудных решений всегда продуманный научно обоснованный подход. Вот, наверное, вкратце так, а чтобы ответить на ваш вопрос, по идее, наверное, мое выступление это уже ответ, но я еще, наверное, еще коротко мозгами пройдусь все-таки. Самое важное, вот мы сейчас как бы из моего выступления следует, что у нас в принципе мы уже над качеством наших зеленых насаждений проработали, они у нас уже довольно-таки качественные, то есть в хорошем удовлетворительном состоянии находятся. Понятно, что не все есть над чем работать. Первое, это повышение качества за счет различных мероприятий, естественно, замена, да, зеленого фонда, замена деревьев, которые уже утратили свою декоративность и экологические параметры, они, конечно, должны постепенно, это не должно бросаться в глаза ни в коем случае жителям, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Вот, допустим, замена тополей, да, пушащих, у нас очень много жалоб в период, особенно мая, июнь, когда гордие, у наших жителей как раз связано непосредственно с этим пухом, и все говорят, давайте все тополя вырубим в один день, да, аллергики в основном. Конечно, мы такого сделать не можем, у нас нет специальной программы, но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас, ну, в таком обороте меняются на, скажем так, породы не пушащие. Это как пример. Второе, конечно, применение современных технологий, цифровизация, управление непосредственно зеленым хозяйством города, тоже очень важный момент. Естественно, это технологии, новейшие озеленения, они тоже уже применяются в городе, например, деревья на Тверской улице, в центре города, на Садовом кольце, тоже деревья высаженные по новым технологиям. Раньше, когда эти технологии отсутствовали, мы деревья не могли вернуть на эти улицы, сейчас они появились, и вот они вернулись, да. То есть это совершенно другой уход, совершенно другой рекламент содержания и другие затраты на содержание этих деревьев. Они больше, конечно, наверное, все-таки в центре города несут декоративную, такую созерцательную функцию. Вы очень важные две вещи упомянули. Первое, конечно же, наверное, рефреном шло то, что Вы говорите про природные, исхранение природных, естественных зеленых насаждений как элемент создания нового качества жизни. Это очень важный момент номер раз. А второе, что мне, особенно в самом конце, понравилось, это то, что у Вас появился реальный механизм оценки экосистемных услуг, и Вы можете доводить больше аргументов в пользу либо сохранения, либо увеличения или замены каких-то зеленых насаждений, особенно при обсуждении вопросов градостроения. Это, на самом деле, важный аргумент. Да, для нас, на самом деле, это сложный вопрос, он всегда проходит сложно. Люди хотят дышать чистым воздухом, хотят перемещаться, опять же, по автомагастралям без пробок. То есть здесь у нас всегда есть противоречия в крупном мегаполисе, в том числе психологические. То есть зачастую человек иногда в течение дня может испытывать совершенно противоположное желание. Поэтому единственное, что мы говорим о том, что у нас прогрессивное все-таки законодательство в Москве, которое не позволяет нам уменьшать площадных и в количественных характеристиках количество зеленых насаждений. То есть в любом случае, если что-то в рамках градостроительной деятельности изымается, оно компенсируется в рамках того же района. Но если это невозможно, то округа, да? То есть вот не бывает такого, что, допустим, в центре города Вырублендерево посадили в Тенау там на границе с Калужской областью. Да, где и так все, в принципе, хорошо. Да, да, да. То есть такого у нас нет, поэтому, слава богу, законодательство работает, все все понимают, но проблемы при развитии, они неизбежны. Мы очень хорошо это понимаем, и, конечно, стараемся работать с разными заинтересованными группами граждан для того, чтобы объяснять, разъяснять, что город должен развиваться для того, чтобы выживать. Да, ну так. Спасибо, Атон Амегович.